9 метров за 6 секунд. В Екатеринбурге прошел традиционный забег среди самых маленьких. За первое место боролись 200 малышей. Помогать спортсменам двигаться вперед запрещено, поэтому родители заманивали детей на финишную прямую с помощью гаджетов, заводных игрушек и даже машинок для удаления катышек. С победой ушли не только дети, но и взрослые. Как так получилось, знает Мария Новикова. Внимание! Настя! Без падений на этой дистанции не обойтись, ведь спортсмены не то, что бегать, ходить научились совсем недавно. Тем не менее, годовалые малыши стремятся к финишу изо всех сил. Мощно, мощно бегут участники. И макс закачивает дистанцию, получает еду. И хотя участники необычного забега от горшка два вершка, для них установлены четкие правила. Бегуны должны быть младше полутора лет и двигаться исключительно по своей дорожке. Причем без помощи родителей. Нельзя родителям трогать участников. Единственное, что можно помочь, если малыш устал, значит, присел отдохнуть и ему тяжело подняться, пока родители могут помочь ему встать. А так приманивать можно, чтобы малыш шел быстрее к финишу. И вот тут кто во что гораст. Чтобы ребенок быстрее прошел положенные 9 метров, в ход идут и любимые игрушки, и ключи, и сотовые телефоны с планшетами. Годовалый Сан Саныч, например, выиграл забег благодаря машинке для удаления катышков. Он атакует ее дома. И хочет взять, приложить губам. Потому что он вибрирует, и ему интересно. И как и в большом спорте, маленьким атлетам нужно потренироваться. В частности, опробовать сцепление с трассой. Именно поэтому перед забегом все тренируются на поле. Впрочем, некоторым легкоатлетам не помогли ни тренировки, ни болельщики, ни даже имя. Победа хоть и второе имя Виктории, но до финиша девочка сама не дошла. Тренер объясняет, малышка сейчас не в лучшей спортивной форме. Ну, у нас, наверное, еще зубки выходят. И поэтому она отвлеклась чуть-чуть на зубки и не смогла прийти первой. А вот близнецы Хомяковы соревнуются в первую очередь друг с другом. Из первых секунд забега родители в шоке. Спокойный Костя легко обогнал непоседу Лешу. Они развиваются вместе, потому что смотрят друг на друга, поэтому мы, в принципе, одинаково. Только Лешка у нас расстроился на старте немного. Мишку не дали и долго объявляли старт, поэтому вот так. Зато Костик удивил, да? Пока малыши соревнуются почти по-взрослому, папы впали в детство. Выясняли, кто быстрее проползет в дистанцию на четвереньках. Спиной вперед! Спиной вперед! Есть! Хоть побеждать, хоть проигрывать нужно красиво, рассудили мамы. И нарядили детей кто как мог. На старт вышли тигренок, пират, Маша из мультика, котенок и дракон. Впрочем, уверены организаторы, костюмы и даже результат тут не важны. Все, кто вышел на старт, чемпионы. На старт, внимание! Марш! Поехали! Мария Новикова, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.